Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, поняшки, с вами ваш Фрейбро. Приветики! Согласитесь, что-то давно у нас не было обзоров на малоизвестных исполнителей. Что же нам пора это исправить? Ведь наше отъествие очень богато молодыми талантами, которые часто всего остаются в тени. Но мы то знаем, кто тут искатель всех ноунеймов. Это так все в прятки играют? Я тебя нашла! Единорог! Поэтому мы сегодня поговорим о таком молодом объединении, как Гетто Броук Фэмили. Что же, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Гетто Броук Фэмили Это объединение из семи молодых исполнителей, два из которых являются качественными битмейкерами. Но давайте по порядку, а то я уже начинаю путаться. Объединение начала свое существование еще в 2019 году и оно изначально состояло из четырех исполнителей, таких как Бровник, Может Мажет Август и Квандо. И примерно в такие времена вышел их первый трек «Никакой жуи». В то время это был жесткий дрилловый андер, который ничем особым не выделялся. Ну а так пару раз можно послушать, ведь в то время такое мало кто делал. Ну а самое интересное, у них была своя студия, в котором они самостоятельно записывали свои треки. И я вам больше скажу, это была студия из гаража, что доказывает, что они были не только талантливыми флоу, но еще и золотыми руками. 2019 по 2020 год их было все еще четыре, но это не мешало им делать качевые треки, которые каждым разом улучшались. Так они и шли свои дорожки, пока 2021 год не начался с такими сюрпризами. Буквально в это время у них прибыли еще два исполнителя, которые носили имена Раунд Мэтл и Самурай. 9 и 15 миллиметров твой конец, кто хотя бы робит, покажи, уверен мне, нет, два фала на пару фейков, мать тебе и мне, так и get the money, да лови криминал, вэй, бэй. Ну и не забываем, конечно же, про двух новых битмейкеров, которых называются Appenbit и Muse Libits. Многие, наверное, из вас подумают, что это опять очередной однотипный клан, который ничем особенным не выделяется. Но это на самом деле не так, ведь в этом объединении все отличаются по своему стилю. Август делает качевый треп, бровник лирику и технический треп, самурай стильный фон, а Раунд Мэтл уже практически от всех отличается, ведь он очень часто экспериментирует с абстрактными звучаниями, что является неожиданным для такого объединения. Ну и не забываем битмейкеров, которые тоже не остаются в стороне и всегда пытаются раздать стиль по всем критериям. Их, правда, двое, но это делает их очень интересными, на что и мы респект. Если говорить о творчестве, то они, в принципе, такие нормальные. Их можно слушать, под их треки можно качать головой, даже подумать о смысле жизни. К примеру, есть и качевые треки, и качевые исполнители, такие как Август, Бровник, Самурай, может мажет, ну и так далее. Но есть и смысловые исполнители, таких, такие как Раунд Мэтл, металл, я проще, вообще такой, ну, в общем себе, такой. Его треки заставляют подуматься, у него есть какой-то смысл и атмосфера, поэтому это объединение, хоть и банальное, но очень разнообразное. Поэтому это объединение для меня симпатизирует, и, короче, вы поняли. В общем, нормальное объединение, мне нравится. Жду альбом от Августа и Самурая, лайкос. Кстати, Август через доллар, мать твою, вы поняли, поняшки? Через доллар. Стриспект, Август. Привет. Ну, чё сказать, звучит качественно. Типа биты, сведения, вот это всё. Подача хорошая, но меня не цепляет, наверное, из-за текста. Я такую музыку не очень люблю, разве что последний трек, вроде неплохой. Согласитесь, этот план очень недооценённый, ведь раздавать такой стиль и оставаться в тени. Это очень несправедливо, особенно если этот план пытается выделяться от всех остальных объединений. Но мы же живём в эквесте и сможем запросто это изменить, перейдя на их паблик. Кстати, если вы не знали, Самураи и Август готовят свои альбомы, которые обещают раздать настоящий стиль. Будет ли это Качёвым или нет, мы просто будем ждать. Так, решено. Закрываем рубрику «Малоизвестные рэперы». Навсегда. Стоп! Стоп! Продолжение следует...